Фанэшал Таймс Вопросов нет Но Дело в том, что пока Власть находит Дополнительные источники Вербовки Они очень разные Вот смотрите Через год Сегодняшние отчисленные студенты пойдут Или пойманы в метро Молодые люди Несчастные Они уже через год А Путин же не собирается заканчивать войну Потом мы буквально разговаривали Всю неделю эту С питерскими юристами Которые занимаются Отрядом 40 человек Это 40 человек Это не очень-то мало Сомалийских наемников Из Сомали Они смогли в итоге отбить одного В общем 40 человек ушли Ушли воевать Один пришел в себя и отбился Хотя отбивали троих Удалось одного У них очень любопытная Любопытная формулировка была Я вот даже попросила Нескольким своим Немецким коллегам Чтобы питерские адвокаты Это повторили Потому что в это не верится А формировка такая Их позвали воевать Обещали деньги И российское гражданство А после этого Что они будут работать В российском правительстве Они вот все 40 человек Как в один голос Это говорят Ну понятно Что это не один отряд Сомалийцев Есть очень много наемников Из других стран Африки Из Сербии Из Юго-Восточной Азии И так далее И так далее Это потом Смотрите Совершенно другая мера Абсолютно другая мера Перестают выдавать Загранпаспорта Всем категориям Подлежащих Призыву И В том числе И людям Которые находятся За границей Речь идет об этом Что перестанут выдавать Загранпаспорта И довольно трудно Будет находиться За границей Без загранпаспорта То есть соответственно Без продленного Видно жительства Пока Как у белорусов Этот вопрос Никак не решен То есть люди Конечно Те кто уехал Вряд ли будут возвращаться Из-за того Чтобы послужить в армии А те кто находятся В России Они просто уже Не смогут уехать Этот поезд уже Стремительно уходит И вот Пока Пока Вот Я бы сказала так Что Путин Скребет Пока По сусекам По сусекам Пока есть Но То что Вот эти вот Ресурсы будут исчерпаны Уже в этом году Совершенно точно Ну это очевидно Да Ресурсы будут исчерпаны Вероятные истории Хотя Мне кажется Все таки История с перспективами В российском правительстве Может посоревноваться С ними Это вот Когда Мигрантов Якобы Приглашали Поработать на стройке А на самом деле Люди Оказывались На фронте И это тоже Удивительно На что Собственно Может быть Расчет Если люди Которые готовили Строить Им дали оружие Если дали Оружие в руки И отправили На передовую А вообще Это все Насколько Может решить Насколько Может решить Проблемы Вот Россия Которая уже Появляется С мобилизацией А ведь Проблемы Не только В желающих Да Условно В том Что эти Желающие Потом Не смогут Быть Той Рабочей силой В России Которая будет Необходима Пока жив И вот Наша Фраза Которая Произносится Давным-давно ППЖ Пока Путин Жив Сроки Пока Путин Жив В основном Сроки Война Пока Путин Жив И так далее Это все К сожалению Привязано К Путину Ну или К счастью К одному Человеку И Он Собственно Себя привязал К войне И он президент До тех пор Пока он воюет Он не президент Мирной жизни Ему совершенно Не нужно думать О трудовых Ресурсах Потом Об этом будет думать Другой президент Ему совершенно Пофигу Про это сейчас А скажите Ольга Евгеньевна Если мы говорим О ППЖ Пока Путин Жив А если мы Отмечаем Что после Каких Вы Позиций Придерживаетесь В плане того Кто или что Уместно Каким образом Все будет Происходить После Отхода Как мы понимаем Скорее всего Физическим Причинам Нынешнего Кремлевского Диктата Ну вы знаете Самое главное Самое главное Что То что сейчас Политолог Борис Пастухов Называет Холодной Гражданской Войной Конечно Перейдет в горячую Фазу Горячая Гражданская Война Хотя бы По По причинам Чисто экономическим Потому что Когда вернется Все что вернется Инвалиды Как мы сейчас Слышали В прекрасном Сушенном Сюжете 54% От инвалидов Это без руки Без ноги А их больше Уже двух миллионов Вот когда Когда все это Войнство Вернется Без денег Потому что денег Больше не будет Они привыкли Получать Очень большие деньги Они привыкли Видеть врага Везде И это будет Очень большая проблема Государство Не сможет им Платить в мирной жизни Они не смогут Себя найти Тут речь Даже не о дворниках А о медицинских Работников Потому что Тут не только Война Скажем так Способствует тому Чтобы их Становилось все меньше Чтобы они Как минимум Хотели выехать За пределы Территории России Но еще и Обеспечение Ведь недостаточное По крайней мере В регионах Больницы закрываются Врачи отказываются Работать За такие зарплаты И вот Вероятно Это страшно Еще для России Безусловно Есть огромный кризис В медицине В образовании Но про культуру Я уже и не говорю В социальной сфере И этот кризис Собственно Нехватка людей Оборудования Денег Он рано или поздно Конечно Столкнется с Тем Что Потребности В этом будут Возрастать И что Делать Учителей Из участников СВО Это конечно Идея богатая Но до поры До времени Все-таки До поры До времени Понадобятся Учителя Понадобятся Профессуры Понадобятся Ученые Которых сейчас Сажают за госизмену Пачками Все это понадобится А у страны Ничего Этого больше нет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому